Социальные науки у нас в стране находились в очень сложном положении и развивались в таком полуподполье, в полузагоне в советский период. В постсоветский период была новая ситуация, когда начали свести соц. цветов, начали появляться научные центры, научная школа, появились дискуссии, и именно этот дух и вызвал к жизни формирование этой атмосферы Европейского университета, о которой очень много было сказано. И это принципиально важная вещь для социальных наук, для образования в целом, потому что только вскоре рождается истина, и кто прав, кто виноват, и чья точка зрения более аргументирована, вообще везде решает научное сообщество. Причем не только и не столько локальное научное сообщество в пределах кафедры или даже одного вуза, а широкое международное научное сообщество. Я не очень согласен с лозунгами, которые вот здесь доздравствует российское образование, российская наука. Вот не существует какого-то суверенного образования или суверенной науки. Наука она или есть, или ее нет, ее нельзя сделать там российской наукой или наукой Васильевского острова, или еще иметь какие-то локальные границы. И Европейский университет, собственно, держался и держится на двух принципах. Это принципы открытости образования, открытости идеям, открытости дискуссиям, и принципы международной интеграции, поскольку мы изначально создавались как часть международного научного сообщества. Вот сейчас по этим принципам открытости и международной интеграции наше государство наносит один удар за другим, и та политика, которую государство проводит в сфере науки и образования, она и сделала возможной все те претензии, как формально предъявленные, так и неформально высказанные на летающие воздухе, которые высказаны в адрес Европейского университета. Поэтому то, что происходит сейчас вокруг Европейского университета, и то, чем завершится этот кризис и конфликт, я думаю, будет иметь очень большое значение для социальных и гуманитарных наук у нас в стране, не только у нас в стране, и вообще для развития науки в России на очень долгое время вперед. Что в этой ситуации очень важно? Да, нам действительно очень тяжело сейчас в ситуации, когда приостановлена лицензия, когда закрыта аудитория. Но университет это не только и не столько бумажка с печатью лицензии, это не только и не столько аудитории, библиотека, компьютерный класс, хотя они для нас исключительно важны, это прежде всего научные сообщества. И я очень рассчитываю, что нам удастся не только сохранить, но и укрепить наше академическое сообщество в ходе нашей работы. Можно опечатать аудитории, нельзя опечатать название. Мы обязательно победим.